Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, и сегодня, наконец-то, я снимаю видео, в котором буду показывать вам свою новую одежду, украшения и всё. На самом деле, я долго готовилась к этому видео, потому что у меня накопилось много классных вещей, которые я хочу вам показать, рассказать про магазины, в которых я брала эти вещи, почему я выбрала именно эти вещи. Вообще, мне нравятся такие видео, особенно учитывая, что здесь будет примерка. И не какая-то там примерка дома, как я это делаю обычно, а особенная. Я поехала в студию, взяла кучу вещей, много-много тяжёлых сумок, штатив, камеру, и, в общем, снимала примерку в студии. Надеюсь, что вы это оцените. А ещё те люди, которые смотрят это видео из-за недели влогов, где я просила вас пообещать мне, что посмотрите это видео, потому что я так старалась сделать его классным. Ну, короче, если это вы, напишите об этом в комментарии, я вам обязательно поставлю лайки за то, что вы сдержали свои обещания, мне будет безумно приятно. Вообще, надеюсь, что вам зайдёт такое видео, ну, просто потому что я очень хочу, чтобы оно зашло. А ещё для тех, кто ждёт неделю влогов, грустит, скучает по ней, для меня это как бальзам на душу. Спасибо вам большое, неделя влогов обязательно будет, совсем скоро. Давайте начнём! Не терпится начать! А ещё напишите в комментариях, насколько сильно я отличаюсь от недели влогов, как я там выгляжу, и от таких домашних видео на профессиональную камеру, где на марафете. Кстати, раскрою вам секрет, у меня грязная голова. Но, недавно я купила себе сухой шампунь, показывать его не буду, я только уселась, наконец-таки, но могу сказать, что брала в республике. Ладно, не терпится начать, я буду доставать каждую вещь, про неё чё-то чуть-чуть говорить, вы будете её видеть на фоне, где кривляют студии, ну, вы знаете. Очень важный момент, люди, которые, не посмотрев это видео, поставили лайк, вы мои любимчики. Извините все остальные, но вы мои любимчики, это правда. Поэтому, если вы хотите быть моими любимчиками, ну, я тебе никогда раньше этим не занималась, ну, вымогательством, лайков, комментариев, ну, почему нет, все так делают. Поэтому, пожалуйста, мои хорошие. Ладно, всё, погнали. Как же я вам её покажу, она такая объёмная. Большая джинсовая куртка из магазина Too Mood Store. Несмотря на то, что я, возможно, сейчас выгляжу как девочка, я мальчик. Да ладно, шучок, конечно нет. Делаю с собой много всяких классных штук, наращивание ногтей, ресниц, волосы, крашусь и всё такое, но в душе я такая пацанка, братки, вы бы знали. Поэтому объёмные вещи, большие толстовки, всё такое, это моя тема, мне это нравится. Ненавижу каблуки, хотя они тоже будут в этом видео. Мне нравится то, как я сейчас выгляжу, уже о другом начали. Короче, классная куртка. Самое клёвое, что в комплекте ещё идёт пояс такой же джинсовый, джинсовый. Следующее, что я вам покажу тоже из этого шоурума, это платье. Очень красивое, на плечи вот так вот спускается. Причём так вышло, что мы с Кариной вместе были в том шоуруме, и это было, кстати, в неделе влогов. Кто не смотрел мою неделю влогов, то обязательно посмотрите, потому что там... Боже, там целых два шоурума, в которые мы ездили, откуда я вам сейчас показываю вещи. Поэтому, если хотите видеть, как всё это происходило наяву, то посмотрите неделю влогов. С Кариной это первые два выпуска. Так что вот, очень классное платье, думаю, вы видите, как оно на мне сидит. Конечно, с каблуками оно выглядело бы гораздо лучше. Сначала я не хотела брать в магазине какие-то такие лёгкие вещи, потому что за окном вообще дождь, неприятная погода. Но потом я подумала, а что если потеплеет? Даже если нет, вдруг я захочу, например, надеть какую-нибудь кожанку чёрную сверху, длинные какие-нибудь сапоги, типа того я буду вообще дерзкой, как какая-нибудь Аврелавин, например. Это очень большой объёмный пиджак, он безумно необычный. Первое моё впечатление от этого пиджака было такое, как будто бы я у папы взяла погонять. Очень стильно, очень модно, и как будто бы я какая-то суперзвезда, которая приехала в какой-то дорогущий отель, и меня все папарацци фоткают, и говорят, остановитесь, я не вижу дорогу. Вот такие у меня эмоции, когда я надеваю этот пиджак. Конечно, в студии я его примерила просто показать, как он сидит, но я прекрасно понимаю, что внизу должны быть какие-то другие джинсы, штаны. Кстати, если что, я буду подписывать все интернет-магазины, шоурумы на экране, и также ссылки будут в описании, чтобы вам было проще найти вещи, если что, и понять, из какого она магазина, потому что я могу запутаться очень много всего. Вот такая классная поясная сумочка, я вам её не показывала на примерке, потому что знала, что покажу здесь. Мне она понравилась, выглядит как какой-то клатч, сюда удобно будет положить телефон, такую, знаете, кредитницу, типа, хотя я в ней обычно всё переношу, и карточки, и деньги, ну, кэш, да? Вот, потому что я не знаю почему, но я отказалась от кошельков уже очень давно, и постоянно хожу с маленькими сумками, поэтому вот эта маленькая сумочка мне безумно понравилась. Как бы вам её так показать? Ещё были другие цвета, но мне показалось, что чёрная будет подо всё, как всегда. Рубашка, которую какой-то чувак обострал. У меня под фоткой в инстаграме, вот фотка. Я не знаю, что он там, ему не понравилось, он говорит, какая-то вообще дурацкая рубашка, как я в такой буду ходить? На что я ему ответила, чувак, попробуй зайди в мужской отдел, поищи себе вещи там. Классная рубашка, просто офигенная, из льна. Но я её с кайфом могу носить, как какой-то такой лёгкий пиджак, накидку. Почему нет? Конечно, вы нифига на мне не видите, потому что камера очень приближена из-за того, что у меня очень узкий фон. Но именно для этого я поехала в студию и записала вам примерку. Поэтому посмотрите, как эта рубашка на мне выглядит. Я её буду носить и как рубашку, и как накидочку вот так. Типа, эй, уйди из двора! Следующее, что я вам покажу, это вот такие мальчики из магазина Хайпкор, он находится в авиапарке. Туда я тоже, кстати, ездила в неделе влогов, и это тоже вы можете найти у меня, буквально предыдущие видосики. Поищите, посмотрите, вообще неделя влогов такая крутая, она так вам зашла, я в шоке. Просто столько классных положительных комментариев, меня это так вдохновляет. И я так рада, что я сейчас снимаю, сижу видео, потому что я могу вам это сказать в реале. И я уже хочу все видео отснять, которые я вам обещала. Мистические истории, сны, про права, вот это, конечно же. И снова начать неделю влогов. Кажется, у меня зависимость от недели влогов и ваших комментариев. Вот такая мальчика. У меня таких очень много, они очень классные, удобные. В некоторых иногда я даже сплю. Так что прикольные. Инстаграмы все оставляю, не потеряйте. Такой топик на завязочках тоже из льна. Я вообще, у меня никогда не было вещей из льна. И они очень классные. Кому-то они колятся, но у меня нет такого, потому что колятся. Короче, он очень классный, секси, его можно по-разному завязывать, носить. И вы знаете, я люблю такие вещи, поэтому откровенно говорю, мне нравится. Сейчас я вам покажу просто огроменную майку из магазина Too Mood Store. Вот с таким принтом. Большая объемная майка, я это люблю. Люблю и в джинсы заправлять, и не заправлять. Просто ходить такая небрежная, типа, эй, йоу, я тут главная на районе. И, кстати, в этом шоуруме очень много разных было таких майк с другими принтами. Но я решила выбрать именно эту. Просто она первая мне в глаз попалась. И я подумала, что не я ее выбрала, а она меня. Из этого же магазина рубашка. Кстати, я ее вам даже показывала в историях. Она очень мне нравится. Вообще, я в какой-то момент перестала носить такие клетчатые рубашки. Мне показалось, что все, я уже... Не то чтобы это переросло, но это уже не мое, не мой стиль. Но в какой-то момент почему-то мне снова захотелось вернуться к этому. И мне просто понравилась эта рубашка. Опять же таки, потому что она безумно большого размера. Вот это мои хорошие платья-плащ. И мне все просто вынесли мозг откуда, откуда, откуда. Я обещала, что вам расскажу. И поэтому рассказываю. Действительно, очень крутая, универсальная вещь. Я даже в шоке, что я могу это носить как платье. Правда, еще не было возможности. Не было подходящего случая померить и надеть это как платье. Но как плащ такой я ношу это еще с Болгарии. Это мягкая эко-кожа. И я, насколько поняла, это вообще сейчас тренд сезона. Причем был такой еще черный. Но я подумала, боже, зачем мне черный? Ну, надо посветлее, красками мир разукрашивать. Поэтому я взяла бежевый. И вообще на бежевый у меня какая-то сейчас слабость в моей жизни. Наверное, это из-за того, что, в принципе, мой стиль в одежде сильно поменялся. Топ-топ это крупнейший российский онлайн-магазин со своим производством в России и Азии. И недавно я сделала там свой первый заказ. Между прочим, очень, у очень многих блогеров оттуда вещи. И я не знаю, почему я так долго тянула. Я была безумно рада, когда узнала, что у них до сих пор сейл. Товары со скидкой 70%. Промокод на дополнительную скидку 10% на все товары, включая сейл. И бесплатная доставка до ближайшего к дому пункта выдачи заказов топтоп.ру. Чем мне нравится этот комбинезон? Да просто я люблю комбинезоны. Я не знаю, сидит он на мне классно. Ну и он модный. Я, кстати, уже выставляла в инстаграм фотки в этом комбинезоне. Шурум, где вещи из льна, называется даже. Костюм из льна. Это пиджак. Также идет пояс, но они у меня все где-то в глубине пакетов валяются. Поэтому давайте представим, что здесь есть пояс. Костюмы в последнее время это стало тоже моей слабостью. Я стала более такой деловой леди. И знаете, как только в моем гардеробе появилось больше каких-то таких деловых вещей, которые можно с легкостью надеть на какой-то выход, мне стало намного легче жить. Потому что всегда какое-то мероприятие, у меня сразу паника, я всех ненавижу, я никуда не еду, потому что я не знаю, что надеть. Но сейчас, когда у меня очень большое количество разных костюмов, рубашек, топиков, и все это можно клево комбинировать, я в диком восторге. Я очень рада, что я поменяла свой стиль, потому что у меня теперь вообще нет проблем с тем, что надеть. И дело не в том, что появились у меня какие-то хорошие вещи. Дело в том, что раньше я брала абсолютно другие вещи, другую одежду, другого стиля. Поскольку мне уже надоело говорить о том, что я люблю топики, я просто вам его покажу. Он очень необычный, потому что его можно завязать как вам угодно. Вы даже уже видите на экране, как я это делаю. По-моему, восхитительно. Конечно, можно намудрить и завязать так, что будет вообще не очень. Я стараюсь придерживаться чем проще, тем лучше. Ой, вот эти брюки, это просто вообще мечта моя. Мне нравится то, что у них по бокам есть пуговицы, которые можно расстегнуть, можно застегнуть, и так и так будет очень модно. А еще хотела вам показать резиночку. Смотрите, какая резиночка тоже из льна. И она, кстати, идеально подойдет к моему костюму, и вот как раз к штанам, которые я вам только что показывала. Джинсовка черная. Она просто короткая, просто черная, но она мне очень понравилась. Я вообще люблю такой, знаете, дерзкий стиль. Следующее это розовые штаны. В них удобно гулять, ходить за продуктами. На повседневную жизнь очень-очень классные штаны. Помните, когда я была в Испании, если вы, конечно, помните, я ходила в таких черных кожаных штанах. Они, кстати, были из шоурума Studio 29, и я уже где-то, по-моему, их показывала, рассказывала. Ну, не суть, в Инстаграме точно отвечала. И я безумно хотела найти такие же штаны, только светлые. Пускай они даже не из кожи, но я их нашла как раз-таки в шоуруме Too Mood Store. Они тоже с высокой талией, тут завязочка. Очень клевые. Это вот прям, знаете, такие чисто брюки. Больше всего мне нравятся в таких штанах, что их можно носить и с кроссовками, и с туфлями. Это будет просто офигенно. Также, конечно же, я не могла просто пропустить велосипедки. Знаете, действительно, сейчас стало модно носить велосипедки. Мне захотелось просто черные велосипедки и вот такой черный топик. Также, кстати, у меня есть такой же комплект, только вот такого цвета. Офигенные просто, офигенные ботинки. Сумасшедшая новость, но мне удостоилось в них походить лишь по дому, потому что погода. Цвет просто волшебный. Он такой, знаете, грязный, пепельный, розовый. Я обожаю такие оттенки. Также у меня что-то очень много розового, особенно из обуви. Учитывая, что я показываю вам сейчас, буду показывать три пары обуви и две из них в розовых оттенках. Просто кроссовки, кожаные, с замшей. Это бренд Лера Нена, и я их тоже как раз заказывала с магазина Топ Топ. Я в них еще не гуляла нигде, потому что, боюсь, хотела сначала вам их показать, пока их не убью. Потому что белые кроссовки, которые я вам сейчас покажу, я в них уже нормально гуляю, хожу. И хотела хоть что-то сохранить в красивом первоначальном виде. И вот они, наши победители, наши грязные чемпионы. Те самые белые кроссовки, в которых я уже гуляю. Как вы видите, они уже не в идеальном состоянии, хотя они в идеальном состоянии, учитывая погоду. Это также бренд Лера Нена, и посмотрите, какие они модные. Эти кроссовки на маленьком каблуке. Это, наверное, была единственная неожиданность для меня, когда я заказала эти кроссовки. Они ко мне пришли, я их померила и поняла, что я стала еще выше. Но они очень классные, очень удобные. Я в них с кайфом гоняю, удобно все, и за рулем, и просто ходить. И почему я сказала про каблук? Хоть это для меня вообще не кайф, потому что я и так высокая девочка. Но для девочек с невысоким ростом, кто хочет казаться чуть-чуть повыше, но при этом не носить каблуки, это, ну, кайф. Это мои любимые джинсы, которые я встретила недавно. Но злая судьба уже успела разбить мое сердце и испортить эти джинсы. Конкретно тот день, когда я снимала примерку, несла свой вонючий штатив, который, видимо, чем-то был помазан, я не знаю, чем и зачем. Вот эти вот всякие болтики, он у меня просто такой, ну, вот здесь суперпрофессиональный. И какое-то масло или хрен знает что испортило мои джинсы. Поэтому тут теперь пятно. И вы думаете, что? Я их из стирки только что достала, они у меня сушились из серии. И я надеялась, что отстирается, но когда начала вам показывать сейчас на видео, поняла, что нихрена оно не отстиралось. И я не знаю, как это побороть. Отнесу в химчистку. Мой любимый! Кстати, чуть не забыла про этот купальник из магазина Топ Топ. Я его просто уже убрала в шкаф глубоко с купальниками, потому что пока не планирую ехать на море. И, кстати, этот фрагмент видео взят из недели влога в Болгарии первый день. Так что посмотрите, кто не смотрел. Хоть мы и закончили с одеждой, но впереди нас ждут еще украшения, бижутерии. Моя любименька. Первое, что я вам покажу, это вот такое украшение с месяцами. Причем здесь три цепочки. Я очень долго хотела найти что-то подобное, потому что это выглядит очень красиво на шее. Очень понравились эти сережки. Несмотря на то, что так много камушков, я пипец как в них влюбилась. То есть сначала мне показалось, что это будет слишком вульгарно выглядеть, но на самом деле нет, выглядит очень классно. А эти сережки был такой маленький эксперимент для меня, потому что я иногда боюсь смешивать столько разных оттенков, потому что тут камушки розовые какие-то, да, и синие, и белые. Но мне понравились эти сережки. Вот эта цепочка, это просто кайф. Кто смотрел мои влоги из Болгарии, то вы знаете, как сильно я хотела скорее это надеть куда-нибудь, потому что, хоть она и выглядит мега круто, но под это украшение обязательно нужно подбирать какой-то определенный лук. А это, наверное, моя самая любимая коллекция украшений из магазина, который вы видите сейчас на экране. Я в восторге от сочетания цепочки с жемчугом. И чокер вот этот из жемчуга тоже восхитительный. И колечко, это вообще моя любовь. Ну и кстати, про вот эти сережки все спрашивали, просто постоянно спрашивают, откуда эти сережки. Они реально безумно крутые. И эти сережки являются моими фаворитами уже месяц. Как только они у меня появились, я сразу начала их носить очень часто. Также у меня появилась маленькая винтажная коллекция сережек. Тут еще присутствуют клипсы первые две пары. И знаете, никогда у меня не было ничего винтажного. Я думаю, что этим сережкам лет по 20, может быть даже больше. Но они такие клевые. И кстати, к моему новому стилю, к костюмам, к рубашкам, все это просто идеально подходит. И я очень рада, что начала еще экспериментировать с бижутериями, носить что-то новое, пробовать. И вы тоже пробуйте обязательно, потому что украшения всегда дополняют ваш образ. Главное их правильно подобрать. Ну вот и все, ребят. Я очень сильно надеюсь, что вам понравилось мое такое видео. Если так, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии, потому что я их все читаю, все лайкаю. Напишите вообще, как вам такое видео. В любом случае, я надеюсь, что что-то из того, что я вам показывала, вам понравится. В общем, ладно, не буду вас больше обременять. Спасибо большое, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось... А, я это говорила. Ну, короче, люблю, целую, обнимаю. Всем пока.